ВООБЩЕ Я В ТЭТА ХИЛИНГ ПОПАЛА На сессию случайно я пришла вообще по запросу здоровья племянника. И когда я пришла на сессию, когда мне сказали, мы без разрешения не можем вторгаться в чужое энергетическое поле и давать какую-то информацию. И меня это так сразу покорило, я подумала, здорово, надо же, как культурно. Ну и так как я пришла на сессию по здоровью племянника, так как у меня вопросов уже не было, мне предложили провести сессию со мной. Ну я села такая, подумала, думаю, так, вроде всё нормально, вроде всё как у людей. Думаю, вот у меня есть один страх такой, я вот понимаю, что он необоснованный такой, надуманный, ну я ничего не могу с ним сделать. Это страх за детей, как он там дорогу перейдёт, как дойдёт до школы, а что там, а как там. У меня была привычка всё время их контролировать. Я как бы понимала, что это так не должно быть, но ничего не могла с этим поделать. И в процессе сессии я так особо ничего не понимала, о чём идёт речь, потому что там говорили какие-то загрузки, выгрузки. Ну я была готова избавиться от этого страха, и я в это так верила, что я как бы так охотно на всё соглашалась, ну где-то, может, не соглашалась. И получилось так, что я вышла сессией, и мне надо было ехать в другой конец города за ребёнком в школу. Это был вечер, уже было темно, дождь льёт, и пробки. И я еду в машине, и такое ощущение, думаю, вау, прикольно. То есть как бы ответственности с тебя никто не снимал. То есть как бы я как мама, я там позвонила ребёнку, поговорила с ним, но ощущение то, что ты на вот эту ситуацию смотришь под другим углом, я думаю, ну надо же, это ведь работает. Причём я знаю, что у людей это начинает работать через месяц, через какие-то там определённые периоды. А у меня это вот сразу я вышла, села в машину, поехала. Я думаю, здорово. Потом у меня была ещё вторая сессия, где-то через полгода. Почему обратилась? У меня были головные боли. Я думаю, ну раз со страхом можно поработать, наверное, можно и со здоровьем поработать. И я пошла на вторую сессию. Головные боли стали меньше, но до конца не прошли. И после этого я приняла решение, что я, наверное, пойду учиться. Учиться почему? Потому что это здорово, это классно, когда ты можешь помогать своей семье, своим родным и близким. Даже вот на расстоянии. По WhatsApp ребенку, например, снизить температуру или убрать какой-то болевой синдром. И когда тебе потом пишут, я не знаю, что ты сделала, но ребенок бегает по дому, смотрит мультики, температуры нет. То есть как бы тета-хилинг – это волшебство, да, волшебство. Но ещё мне чем понравился тета-хилинг, тем, что он идёт в ногу с медициной. Тета-хилинг медицину не отрицает. Это раз. Второе – это то, что это очень экологично, что мы без разрешения не имеем права работать. Вот. И то, что вот можешь помочь. Головные боли у меня прошли. Я стала более спокойной. И окружение моё я тоже вижу, что в семье, у близких, у родных жизнь становится лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова